8 признаков дефицита магния У вас ужасно болят мышцы после тренировки Беспокойство о работе разъедает вас изнутри Всю ночь ворочались в постели И в последнее время никак не удается как следует выспаться Все это признаки нехватки или дефицита магния Магния это ключ к решению многих проблем Минерал участвует в более чем 300 процессах в организме Поэтому когда вы получаете адекватное количество магния Ваше здоровье и жизнь летят под откос Дефицит магния широко распространен Начиная с 1900 года Наблюдается постоянное снижение количества диетарного магния С 500 пилиграмм в день до жалких 225 пилиграмм в наши дни Что намного ниже рекомендованной суточной нормы Такое падение не в последнюю очередь обусловлено изменениями стиля питания и качества почвы Вот наиболее типичные симптомы дефицита магния и рекомендации по его устранению Проблема со сном Магний производит успокаивающий эффект на нервную систему Если у вас дефицит магния, то сердечный ритм, симпатическая нервная система могут быть чрезмерно возбуждены Вдобавок, нехватка магния изменяет электрическую активность мозга Провоцирует тревожный сон и частые пробуждения Повышение уровня магния – один из самых эффективных способов улучшения качества сна Например, по данным исследования, проведенного в 2010 году на людях, страдавших от хронической бессонницы на фоне стресса Повышение уровня магния помогло всем испытуемым улучшить качество сна Мышечные судороги или повышенная болезненность Магний необходим мышцам для нормального сокращения и расслабления Дефицит магния повышает вероятность мышечных спазмов Судорог и серьезно продлевает послетренировочную мышечную болезненность В 1996 году произошел неординарный случай, который поначалу озадачил специалистов Как оказалось, серьезный дефицит магния привел к такой мучительной боли и спазмам в икроножных мышцах солдата Что он утратил способность ходить Солдат признался, что тренировался сверх обычной армейской программой Его отправили в госпиталь, назначив магний внутривенно Наряду с ежедневным ЭКГ для наблюдения за функцией сердца Поскольку низкий уровень магния может привести к сердечному приступу По достижению нормального уровня магния сильная боль и спазмы прошли Ученые отмечают, что дефицит магния часто неверно диагностируется Из-за того, что только 0,3% этого минерала в организме задерживается в плазме крови А остальное количество в костях, мышцах и соединительных тканях Столь слабое внимание к нехватке магния возмутительно Ведь минерал оказывает серьезное воздействие на здоровье И дефицит его с легкостью восполняется Недостаток магния напрямую связан со смертью от сердечных приступов И именно поэтому функцию сердца солдата ежедневно проверяли при помощи ЭКГ Вы подвержены стрессу Магний – это самый мощный расслабляющий минерал Его дефицит приводит в повышенную активность симпатической нервной системы В результате происходит высвобождение избыточного количества кортизола А это часть реакции организма на стресс, усиливающая беспокойство и тревожность Фактически это порочный круг, поскольку магний необходим для метаболизма кортизола И без него организм не в состоянии успокоиться Что в итоге приводит к новому стрессу Депрессия Сочетание беспокойства с плохим сном уже достаточно, чтобы вогнать в депрессию кого угодно Роль магния в поддержании хорошего настроения не оспаривается никем из ученых Количество серотонина – вещества мозга, которое повышает настроение напрямую Зависит от того, достаточно ли магния в вашем организме Большинство антидепрессантов повышают уровень серотонина Однако повышение уровня магния – это естественный и, возможно, самый эффективный путь к решению нескольких проблем с разными Высокий уровень сахара или преддиабетическое состояние Если доктор сообщил вам, что у вас преддиабетическое состояние, то здесь тоже может быть замешан магний Например, по данным одного из исследований, в котором участвовали 136 женщин Оказалось, что инсулинорезистентность и ожирение чаще сопровождались дефицитом магния Чем его нормальным уровнем? Этот механизм связан с ролью магния в метаболизме углеводов Когда уровень сахара в крови повышается, почки не могут поддерживать уровень магния и он стремительно снижается Это и приводит к диабету Высокое кровяное давление Многие люди, которые придерживаются здорового питания, бывают неприятно удивлены своим повышенным давлением Обычно в качестве причины называют стресс Но на самом деле это скорее симптом, а не причина Настоящий виновник – дефицит магния, поскольку они оба чрезмерно возбуждают нервную систему Добавок магний необходим для расслабления и расширения кровяных сосудов В случае дефицита магния кровяные сосуды сужаются, повышая давление Например, в 2009 году проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что у группы участников, принимавших в виде добавки 600 мг магния ежедневно Существенно сильнее снизилось кровяное давление По сравнению с группой, просто изменившей образ жизни на более здоровый В среднем систолическое давление снизилось на 4,3 пункта А диастолическое – 1,8 пункта И это существенно больше, чем у группы, не получавшей магний Сложности с концентрацией внимания Если у вас туман в голове или нарастающий синдром дефицита внимания, то возможны причины недостаток магния Магний регулирует основные рецепторы в мозге, которые поддерживают память и способность к обучению Адекватная концентрация магния в спинномозговой жидкости необходима для поддержания подвижности синапсов Более того, магний необходим для подобающей активности многих внутриклеточных анзимов головного мозга, которые контролируют жизнедеятельность клеток и памяти Добавка магния, введенная в ежедневный рацион, повысит устойчивость внимания Ученые полагают, что это происходит благодаря успокаивающему эффекту и улучшению активности мозга Плохое пищеварение из опоры Пищеварительный тракт представляет собой одну большую мышцу Именно нехватка магния приводит к ухудшению пищеварения и затруднениям в туалете Когда в организме неадекватное количество магний, кишечник не может расслабиться Но передозировка, в особенности дешевыми соединениями, такими как оксид магния Приводит к противоположному эффекту, к диарее и необходимости бежать в туалет очень быстро По этой причине я рекомендую повышать уровень магния в организме посредством продуктов питания В которых он содержится листовая зелень, бразильский орех, миндаль, орех кешью, авокадо, мясо, рыба и темный шоколад И эти продукты действительно содержат много магния Также вы можете повысить уровень магния, принимая высококачественные добавки, которые не содержат оксидов В таких препаратах магний связан с глицинатом или таурином Он более высокого качества и лучше усвоился организм Еще один способ повысить уровень магния путем абсорбции через кожу из масел, кремов или ванн Английская соль или хлопья хлорида магния Добавленные в ванну удобная альтернатива внутривенным вливанием, который считается золотым стандартом лечения клинически низкого уровня магния Так как способствует целевой доставке минерала в болезненные мышцы Вдобавок в ванна с хлоридом магния это прекрасный способ прослабиться перед сном Что касается передозировки, то очень высокий уровень магния встречается крайне редко, так как почки выводят из организма его излишки С другой стороны, гомеостаз магния легко вывести из равновесия в сторону дефицита Поэтому ученые рекомендуют принимать добавки с магнием даже в рамках здорового и хорошего спалансированного питания Большинство исследований показывают исчезновение симптомов дефицита Магния при дозировке от 400 до 500 мг в день, но не более 1000 мг Вводите магний в свой рацион постепенно, тогда организм, в особенности ЖКТ, сможет легко к нему адаптироваться А сами вздохнете облегченно, избавившись от массы проблем Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok